Скоростное поедание блинов и кулачные бои. Гуляния, посвященные празднованию Масленицы, стартуют завтра в полдень в парке Горького. В центре средневековой площади уже разместили семиметровый столб с колесом, на котором повесят мешки с подарками. Желающим их получить, придется карабкаться на самый верх и доставать приз наугад. Харьковщане смогут поучаствовать в битве на мешках, попрыгать в мешках, повыжимать пудовую гирю, поперетягивать канат. В воскресенье вечером состоится масленичное шествие по главной аллее и после большого хоровода стартует фаер-шоу с символическим сожжением этой самой Масленицы. Собственно, мы приветствуем таким образом наступление весны. Три дня на центральной аллее парка Горького будет работать городской пикник. Как рассказывают организаторы, обычно такие уличные фестивали еды посещают около 30 тысяч харьковчан. В этот раз ожидают порядка 40 тысяч человек. У нас будет представлена кухня 25 заведений, как из Харькова, так и с Одессы. Гости фестиваля смогут попробовать различную кухню, начиная с блинов, с различными начинками, бургеры, итальянская кухня, супы, крем-супы. Для детей отдельные программы с аниматорами и мини-дискотеками обещают приготовить не только в парке, но и на площади свободы, где с пятницы будут работать 9 интерактивных площадок с представлением традиций и обрядов проводов зимы. В этом году мы решили этот праздник сделать по-особенному, объединив традиции всех европейских стран на нашей самой большой площади в Европе. А на большой сцене выступят коллективы слобожанщины с основной слобожанской традицией встречи весны. Открытие ярмачного городка, посвященного Масленице, на площади свободы состоится завтра в 15.30. В воскресенье праздник с конкурсами и тематическими мастер-классами в центре города будет проходить с полудня и до вечера. Завершится он традиционным сжиганием соломенного чучела. Масленица всегда была известна поговорками и приметами, связанными с блинами. Считалось, что в денег нужно съесть столько, сколько раз собака вельнет хвостом, а ворона прокаркает. Если блины получались плохо, это к бедам и неудачам. Если выходили румянами, к счастью и благополучию. Чем выше стопка блинов у хозяйки, тем больше богатства будет в семье. Надежда Тофан, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа Объектив.